всем привет только приехали к брату он нам сегодня будет и он будет делиться рецептом узбекского плова него плов очень вкусный получается думаю надо поделиться у нас у нас сегодня мчс прислала мчс прислалась и москве с утра у нас сегодня до 40 градусов 4 утра к нам кто-то звонил мама говорит кто там говорят из аура тут живет не говори но в 4 утра кто нормальный будет чужим людям в двери звонить так левонте давай все что тут рецепт точный рецепт сколько килограмм мяса на глаз мамуль на глаз но тут сейчас мама точно скажу полтора килограмма барашки полтора килограмма риса сколько головок лука 3 луковицы морковки сколько ну вот шесть морковки 4 марка короче вот такая полная тарелка морковки одна перчина горькая 3 чеснока чеснок вообще маленький и чуть-чуть вы жарки сало так сейчас я подругу барани курдюк но это чудак сюда добавляем чуть-чуть не не чуть-чуть очень много масла короче пережариваем в казане лук она девочка она девочка правильно она что еще деньги тратить если не на так дровишки в огонь сам рубил что ли не знаю левонте смотри я тебе помогают и потом скажешь я вкусный плов готов я самое главное за луком слежу золотистый нельзя можно почему так лук у нас подзолотился добавляем морковь ну принцип один и тот же только тут пропорции другие и и естественно когда готовишь на огне вкус совсем другой да конечно а масло не надо добавить я в такая пищу масло добавим добавляем сюда бараний курдюк такую жару возле огня стоять это конечно герой не я по добрая воли грудинка ой жирненькая какая ну пять морковка пережарилась с луком добавляем мясо перемешать за костю сейчас вот все я слов я готовлю кофе себе я варю мородину люблю люблю я крыжовник больше люблю я хочу листья ободрать хочу дома крутить так там у тебя никаких процессов новых не будет до мяса пока жарится пойдемте пойдемте крыжовник покушаем к мясу жарится можно пойти чуть-чуть зоника ободрать я крыжовник люблю он траву всю выпалами так как жарко сейчас на какое-нибудь озеро надо взять и уговорить чтобы у нас куда-нибудь к воде вывез так смородину я не очень я люблю крыжовник смородину я люблю но я люблю черную смородину к девушка с приведет вредная девушка он крыжовник медовый бабушки помню возле дома тоже большой такой куст крыжовника был она этот мелкий у бабушки будут прям вот как снова такой большой крыжовник может этот молодой потому что у нее точно такой же сорт был мамуль нарвать тебе крыжовника это пусть я по ходу дела вбираю а я киш-миш люблю он медовый наполняет а кому-то 3 сварила кто еще будет легкопят я конфеты не буду я худею я конфеты не буду рука так и тянется конечно я конфеты не буду но я люблю очень вот эти вот вафли это это любимкин самый любимый вам не все время и покупала с рынка иду там на рынке продают мои любимые трофили сейчас кофе выпьем пока мясо обжаривается а то можно подумать что не это одну выбери и все это раньше я а что случилось что-то не худею когда наедят куда тогда худеют я тоже худею я не худею да видно как ты худеешь я вкусно питаюсь как ты худею она всегда наминает мук-банк мук-банк а еще кто-то спрашивает что ты так а что вы не знаете а я тоже не знала я тоже не знала узнала тебе хоть чай налила нет не буду шкафала чай она предложила нет ничего не хочу А тебе говорю, если ее в обед не покормить, она не покушает. У меня голова болит, у меня давление. Мам кушала, нет, забыла. У меня давление на уши совсем низкое давление. Думаешь, хочется что ли? А по-другому? Крыжовник, смородина? Не, я не... Я черешню поела. Крыжовник, как у бабушки, да, такой? Я немножко воду туда продвинула. Или у тебя вот так? А, надо было, да. Поливает, поливает. С пол седьмого утра поливает. А мне кажется, когда солнце поливает, нельзя. А вода еле-еле идет. А я под лобик положил. А там тень, там и не видно. Нет, горят, говорят. Это когда открыто, а там вся трава, она вот так потихонечку льет, как ручей. А еще три дня будет поливать. Бабушка поливала, и она лопается. Помидоры, например, поливаешь, они лопаются. Арбузы тоже нельзя. Вчера вечером начали поливать. А когда ты наторкалил? Сегодня утром. Утром, да. Вот смотри, а тебе еще подвязать надо. Помидорчики уже вот такие. Болтаем, брат, сестра. Вот такие вот такие. На себя, смотри, не это они сделают. Что это все? Сейчас я делаю, как клубнику. Клубнику полезно. Да я знаю. Ничего не будет поеду. Я запихивать же не могу. Вот говорят, рыхочора. Вот я такая. И вот только чтоб лишь бы что-то... Я вчера лежала, Ромка притащил персик такой, да, у меня один. Ой, какой он медовый. Я его поела. Хотела не брать, но думаю, раз принес, поем. Раз взять принес, да? Да, взяла, поела. Ну а ты детям персик такой же покупала. Ну я же не ела, я даже... А почему он на персике, да какой? Сплющенный. Это, наверное... Леонти, это, наверное, гибрид, да, сплющенный персик? Они медовые. Наши дети вот такие не любят. Они любят или мектарины кушать, или вот сплющенные персики. Ну очень вкусные. Я не знаю, сплющенные. А я сколько, я все время приношу, они просто бабушка вот такие. Я такие покупала. Сколько уже времени прошло? Ну минут 20 прошло. Ой, хорошо так прожарилось до золотистого цвета. Столько жира выпустила. Ну будет объедение. Полтора, полтора метра, да, добавляешь? Да. Хотела сказать, сделай огонь тише. Солить будешь уже в конце, да? Да. Сейчас она теперь минут 30-40 должна. Потомиться, да? На медленного огня. Это ты дрова сейчас добавлять не будешь, да? Мясо хватает. Так мне надо будет не забыть листички еще дровать. Хороший, но не говори, что он у меня плохой. А потом едем, едем. Тормознулись там чуть-чуть под спуск. Да мама рассказывает, как мы слянкиной свадьбы дали. Мы приехали, бензина нет. Все, что делать? Приехали на дороге ночью встали. Ага. Что делать? А тогда конфликт, да, был? Конфликт был между Армянами и Зербайджанами. Но это на Горный Карабах там всегда. Машина основная. Азия. Дядя Алик, что ли, вышагает? Нет. Жанка, вы сейчас трехлитровым баллоном. Дайте хоть нам доехать чуть-чуть дальше. Ну, они, есть большая емкость, ничего нет. Ну, ладно, три литра пока. А когда узнали, что армяне, они 20 литров налили. Да прямо, они ничего не налили. Мы дальше ехали. Нет, нет, налилили. И там рефрижераторы стоят. Это потом было, да. Еще дядя Алик. Да, это два литра три. Они канистру взяли или... Они налили, кажется, когда узнали, что армяне, еще больше налили. Думают, не нальют, вообще и машины не получат. Нет, короче, я знаю, что мы ехали. Мы ехали, а там эти две машины, это с рефрижератором стоят, чеченские номера. О, шофер чеченец, Алик чеченец. Да, у нас... Сколько надо, говорит, Дерите. У нас шофер был чеченец. И с маминой работе инспектор тоже был чеченец. И дитя Алик нам говорит. Да, нормально, очень хорошо. Вы сидите, молчите, мы сами пойдем, разберемся. Я не знаю, что мы здесь, а здесь или там. Петербург. Весело мы к тебе ехали, а еще веселый назад возился. Ой, потом это море, доехали до Грузинского моря. До Черного моря уже. До Грузинского моря. Черноречи. Черноречи. Ну, не знаю, я знаю, что нам вот эти рефрижераторы, вот эти ребята. А самое интересное, как танцевали. У нас у Лянки на свадьбе были фидеинов, да, у тебя много? Фидеинов. У нас они шофер был бородатый. Ну, а армяне вообще, настоящие армяне рыжие, да. И у нас водитель чеченец тоже был рыжий и бородатый. А он говорит, можно и я потом, конечно, можно. Да, танцуют, но... Смотрел, как они, и он там садал. Мне надо кассету привезти. А надо было. Слушай, а что-то недоставать. А видео есть? Нет. Ну, мы диск подали, диск на диск перепресс. Или на флешку. А ты попроси, чтобы кто-нибудь переслал. Да я и там могу сделать на диск. Или на чип. А мы у Инки были, смотрели свадьбу. Чьё? Иному. Я, по-моему, ролик снимала тоже. Нет. А, да, там что-то кусочек какой-то был. Да, маму показывала. Да, да. Молодые тогда были. А? То ли поваром надо было, что ли, шашлычником. А хозяин, ну, зажиточник. На корабль или просто на остров? На Кипри. А, у них же дома какие были. Саманные дома эти. Деревянные дома. В таких жили, да. И тут газ провели. И этот киприот спрашивает. Ты знаешь, что это такое? Он говорит, знаешь, откуда ты знаешь? Это газ. А это в каком году? В каком году был? В 90-м году. А, в 90-м году. Даже нищета вообще была. Это, говорит, газ. Он говорит, откуда ты знаешь? У него две машины были. Ну, в то время там. И он говорит, вот я хочу, говорит, поехать в Россию. Всю Россию объехать. Сколько денег надо? Он говорит, у тебя жизни не хватит. Всю Россию. Кипр, да? Не так, что жизнь не хватит. Кипр, че он? В Кипр пешком можно туда-сюда пройти. Он говорит, всю Россию хочу. Ну, вот как Голландия, Бельгия, Франция, Германия. 40 минут ты в границах. 40 минут ты за... Ну, а что, сейчас туризм, что сделал с Кипром? С тем же Кипром. Я же говорю, все богатые сами. Так, еще раз помешаем. Кто-то он целый день вот так будет траву косить, да? Ну, откуда я знаю. Целый день будет уже кушать. Еще минут 10 и добавляем рис. Детство есть детство. Валитка больше всего любила, когда к нам Карен приходил. Карен же с бородой будет. Да, вот только Карен придет, она раз к нему... Она никому не подходила. Карену придет, сядет к нему на руки и гладила все время его бороду. А теперь Карен... Ну, часто, да, раньше приходил, говорит, Валитка, пойдем кататься. А она это... Три годика, да, была? Да, где-то три. Не разговаривала. Убежала куда-то. Ну, мы с Кареном с ним чай пьем, смотрим по лестнице, на каблуках, тум-тум-тум-тум. Побежала, одела Каренкины каблуки. Позяла сумочку. Шарфик на голову намотала. Шарфик вот так вот, знаешь, себе ходила. Пришла с сумочкой. Тебе, а я умираю. Ну, теперь Карен встает, пока-пока. Я говорю, Карен, стресс был. Ему надо его посадить, хоть круги сделать и привезти. После этого, когда Карен заходил, она к нему больше не раз на коленки не садилась, не подходила. Вот насколько она его любила, вот после этого... Ему надо было посадить, а... Он пошутил. Да, он как пошутил, а вот она это так серьезно... что ребенок в три года и будет так. Я пришла на каблуках. Со второго этажа на каблуках спускается. Кайка. И еще безрукавка на ней. Вот так шарфик. Шарфик, да, сумочка. Но тут надо было видеть. Вы тогда его сфотографировать ее. Да тогда что, фотоаппараты были, не знаю. Почему? Фотоаппараты у нас... А, ну, не догадалась. Откуда я знала, что он ей говорит, пойдем кататься? Она в три года ребенок пойдет с пятаться. Черт. Кто это думал? Ой, на кино. Кино и меньше. А я Людочку помню. Плохо у нас смешается. У Людочки такая няня была. Я шила... Лолитка в садик ходила, я Лолитке каждый день платье шила. Она подходит ко мне и говорит, Нарина, а почему ты только Лолите платье шьешь? Ши, пожалуйста, и Людочки что-нибудь. А Люда в садик не ходила дома. Ну, вот вещи... Данашивала. Да, данашивала. А мне там какой-то ситчик был, да? Звони Каринке, Ромке звоните, здесь приезжаю. Сейчас звоните. Ну, ну, а что, а кому сколько готовить? Да. Так, прошло 20 минут. Около... Около получасу, да, прошло? Да. Здесь не сыпь, когда я все делаю. Да. Закидываем рис. Ничего. Как они съедите, никуда не поедут. Да, нас много. И у всех у нас хороший аппетит. И сейчас посолим, да? Да. А специи какие? Соль, перец, зиру добавляешь? Нет. Зиру, Ромка, не это. Ему запах не нравится. Зиры. Я из-за него не добавляю. Я тоже, когда добавляю, любимка у меня говорит, тетя, что-то тут запах, говорит, что-то другой. Ну, Ромке в прошлый раз сделал зиру. Ему не нравится запах. Поэтому ничего не добавляю. И вымешаешь, да, сейчас? Не, ничего. Живно, говорю. Смотри. Сколько. А ты говоришь, еще масло добавь. А ты так не вымешиваешь, просто сверху положил и все, да, резь? Да, потом вот это дырки делать. Зачем его? Сейчас я посолю. Посолили. Чесночок. А в прошлый раз ты красный, горький клал. Да, какой был, такой поводил. Главное, чтобы его не, это, не поломался. А, то есть, сильно горький, да? Чуть-чуть вот это утопили все. И под крышку, да? И минут на 40, да? Главное, да, нет, 15-20 готово. Да? Медленно. Все, через 20 минут переключимся. Быстро приехали. Он машину. Остальные, это, Каринка, Каринке не здоровится, Авалита уроки делает. Стол уже накрыт. А где плов? Да ты красивая. Да я всегда красивая. Ну вот именно, какая разница, похудела, не похудела. А крестик, где тебе? Валита делает уроки. Плов готов, да? Хорошо все. Вчера ж варишь, да? Я тебя ж варишь. А я вчера где-то. Вот так надо горочкой, да? Получение писата. А-а-а. Я лучше тебя знаю, где-то был. Не, я. Я не думал, что за вчера я был встал. Знаю, где-то здесь. Ты уже кладешь, да? Как папа твой? Хорошо. Что такое? Маме телефон принесла, мне там 20 пропущенных. Конечно, они приспался. Потихоньку, хорошо. Как красиво. Я думаю, что будет пашиня. Пашиня будет. Так, идти опять в своей политике. А сверху перчина, да? Третий говорит, вообще не пойду на лунгар. Пусть горячий будет. Здесь не кому-то. Здесь не потухо. Что? Почему? Думаю, что Москва поставит. Ага. Вот именно. Да? Кого Москва поставит? Да, конечно, хватит. Москва поставит. Москва поставит. Не выбирайте, там, не другому. Москва поставит. От нас вообще ничего не зависит. Ладно, политики. От нас ничего не зависит. Где привезти не сказали? Они что не приедут? Вороги тоже не привезли. Мне, если можно, мясо на косточке. Косточку. Все, все, мне хватит. Все, 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 хватит. Чисток не ем. Ромка, сегодняшеднишь медицинских работников, что ли? Да, сегодня Степаняна праздник. День медика. Сегодня троица. Всех поздравляю в первую очередь с троицей. Еще день медика сегодня. И день отца. Да, Степанян, день отца? Да, день отца. Новый праздник придумали. Всех с праздником. Да, да. Перец сюда можно. Попробуй сейчас. Как ты не перебаска должна пить? Нанка, тебе перец положил, да, Горьки? Нет. Почему? Положил уже. Я сам себе положил, вы не беспокойтесь. Потому что ты кушать не будешь, да? Иди. Хочешь, знаешь, что хочешь. Это на руке. Я положил, он хочет. Ну, возьми другую тарелку, положи, остави тарелку. Все, всем приятного аппетита. Нет. Все, обалденно. Вкусный. Очень вкусный. Тебе надо легкую кухню открывать. Аж слезы, перец горький. Лянка, иди. О, прям захотает. Мам, перец не кушай. У меня аж слезы пробило. Ну, иди, лекарства, иди, ты не ешь. Иди, быстрей, давай. Что такое? Выпить хочу. Показать, пейте. Лянка, перец не ешь, перец... Я помню, когда он с армии пришел, и бабушка его не узнала. Помнишь, когда... Нет. Бабушка мне начала рассказывать. Я же пришел. В форме. В форме, да. Не с армии, а в отпуск пришел. А, или в отпуск. И прохожу, калитка у бабушки открыта, Степик бегает. Я подхожу... Помнишь, Степика? И бабушка что-то Степика ругает. Я открыл калитку, ну, через дом наш. Открыта калитка, бабушка во дворе Степика что-то ругает. Захожу, она... Ой, здравствуй, уйти. Она думала, участковый, да? Да, она... Да. Ну, видишь... Моя форма моряка была. Руки в муке. У меня черная шинель, все. Она... Вот у меня это украли. Я говорю, хорошо. Ой, Лёшки. Когда голос, она по голосу узнала. Обляпала меня черная шинель, руки в муке. И сколько ты пельменей съел? Да откуда я помню? А я помню. В детстве... Нет, вот... Вот когда ты с армии пришел, ты столько съел, Лёг, и тебе прям дышать тяжело было. Нет, это не с армии, это еще... Я маленький. Это знаешь, что ты с армии... Со Степанда Керта приехал, накормили его пельмени. Вот столько дали он. Я не за еду начала говорить. Я начала говорить, он же приехал со Степанда. Он же на русском говорить не мог, на армянском. И матери своей дерется. Ну, ой, там же что здесь? Там же все такие хулиганьоны дети. Никакого воспитания, ничего. Да прям Лёвка тихий был. Ага, тихий был. И на мать кулаками, ногами. Я говорю, что такое, Ларка, ты что позволяешь так себя... Он ведет себя так. А что, говорит, я с ним сделаю? Я говорю, иди сюда. Я сейчас тебе научу, да, что с ним делать. Ага, я за ним, он от меня. Я его поймала. Я сначала оторвала от акации вот этот. Сделала, ну и за ним. Прутик, да? Да, поймала его. Розга. Взяла за шварг. Слушай, а мне победила. И как начала его лить? Мне семена гортензии. Гортензии? И еще будешь, буду. Ты везде лазишь. А матери говорит, кумама. Я говорю, ты везде делай, кумама, кумама-тель. Это армянский фанклор. А мне какая разница, вирьба? Кумама-тель. Я говорю, мама, ты ларки-тель. Кумама-тель. Тебе я сделаю, кумама. Минерку тас на арку плачешь, а ларка. Ну отпусти, говорит. И рот закрой, и сейчас тык получишь. Карин, ты скажи, что ты приходит. Нет, она сейчас туда... Да, я их сейчас отвожу, но она сегодня занята. Все, пройдем, но я сразу... Да, всем спасибо. Всем пока. Лянка, я их сейчас пытаю, отвезу их, приеду. Приезжай.